Здравствуйте, уважаемые посетители нашей конференции, партнеры G-Network, клиенты G-Network. Меня зовут Войтенко Тамара, я руководитель веб-клиники в компании G-Network и руководитель оздоровительного центра энергии жизни в городе Калининграде. Сегодня мы решили взять именно эту тему для лекции, потому что стало поступать очень много вопросов о действии бирезонанса, как это работает, вообще зачем мы лечимся, почему мы работаем с паразитарной флорой. Многие люди имеют мало информации о том, как влияет наличие паразитарной флоры в организме на формирование болезней, какие болезни формирует разная паразитарная флора, потому что возникает вопрос, да все с паразитами живут, но живут же, но действительно у каждого человека одна и та же паразитарная флора, одни и те же бактерии, вирусы могут вызывать разные заболевания. Вот как раз сегодня я постараюсь охватить наиболее часто встречающихся паразитов, гельминтов, вирусов, бактерий и про них рассказать информацию, для того, чтобы вы понимали, как с ними бороться, что с этим делать, что они вызывают, и уже понимали, для чего делается наш экспресс-тест, что мы находим на экспресс-тесте, для чего, в какой последовательности надо работать с бактериями, вирусами, гельминтами простейшими. Биоризонансная терапия – это такой метод, который помогает современной клинической медицине и обладает достаточно широкими лечебными возможностями. Биоризонансная терапия, она помогает при различных заболеваниях, это сердечно-сосудистых заболеваниях, инфекционных, при болезнях суставов, костно-мышечных проблемах. Показаниями ее вирусной терапии также являются и заболевания нервной системы, синдромы различной локализации, болевые именно синдромы различной локализации различного генеза, то есть в разных местах, и различные боли. Заболевания системы кровообращения, органов дыхания, органов желудочно-кишечного тракта, заболевания кожи, подкожной клетчатки, и органы, проблемы с органами мочевого выделения и половых органов, различные раны, язвы. Противопоказаниями к применению биридонансной терапии являются первые три месяца беременности, эпилепсия и другие состояния острого психического возбуждения, и в том числе опьянения. Также является противопоказанием наличие у пациентов имплантированного электрокардиостимулятора. И даже в этом случае могу вам сказать, что сейчас современные электрокардиостимуляторы уже даже не являются противопоказанием, потому что они работают на других частотах. Но здесь нужно очень осторожно работать, и, естественно, по указанию врача обязательно надо проконсультироваться с врачом в нашей веб-клинике, если у пациента есть электрокардиостимулятор. И еще противопоказанием является три месяца после инфаркта миокарда. Идет восстановление сердечной мышцы, а потом в дальнейшем, естественно, можно работать и восстанавливать. Является еще противопоказанием имплантированной органы. Если почку имплантировали или какие-то другие органы, зубные протезы не являются имплантами, и импланты в суставах тоже не являются противопоказанием. Это в отношении биорезонансной терапии и воздействия, и как это работает. Сейчас я попрошу первый слайд, и мы с вами начнем уже работать по основной нашей теме. Здесь, посмотрите, я выбрала наиболее часто встречающихся паразитов и классификация их. Тут случайно аскориды и острицы попали в последнюю строчку, ничего страшного. Мы делали слайд, не успели его откорректировать. Смотрите, наиболее часто встречающимся паразитами, кельминтами, то есть это крупные паразиты, которые бывают у человека, являются лосоглав, аписторхии, токсокара, шестосома, трихинелла, анкилостома, и посмотрите в последнем столбике аскориды и острицы. Это основные, чаще всего встречающиеся паразитами. Я березонансной диагностикой уже занимаюсь 5 лет, и вот эту табличку я составила именно из собственного опыта, потому что у каждого специалиста, занимающегося березонансной терапией и диагностикой, возможно, будут свои корректировки, что-то они чаще встречаются, что у них именно чаще всего встречается, потому что паразиты, они еще, гельминты именно, они могут встречаться в разных зонах, в разных областях проживания, в разных странах, они тоже могут быть разными. Простейшие, посмотрите, пожалуйста, это лямблии, это вообще очень часто встречается, ну не 100%, ну наверное 98% людей с лямблиями. Я про них как раз подробно и расскажу. Амебы, уреоплазма, микоплазма, трихомонада, хламидия, она в разных источниках у нас попадает или в простейшие, или в бактерии. Я здесь поместила в простейшие, потому что на лекции одного из профессоров, который рассказывал нам именно про простейшие, он говорит, вы знаете, я считаю, что хламидия относится к простейшим, такая там тонкая грань по ее виду, по тому, как они классифицируют бактерии и простейших. В общем, здесь я хламидию отнесла к простейшим. Следующий столбик – грибки. Грибки, конечно, чаще всего встречается кандида. Кандида – это наиболее распространенный грибок, мы их выявляем около, наверное, подвидов, около 8 подвидов. Я вот в настоящее время у нас на диагностике выявляюсь около 8 подвидов кандиды. Разнообразная кандида, и она сейчас очень активна, она в связи с большим применением антибиотиков очень часто сейчас распространяется, вызывает сильнейшие кандидозы. Я тоже подробно расскажу. Трихофитон микросфориум – это грибки, которые больше всего поражают кожные покровы. Дальше строчечка, столбик – бактерии. Бактерии по распространенности бы, я так бы сказала, что смотрите, они больше всего человечества поражено стафилококко-стрептококковой инфекцией. Опять же, каждый специалист видит, насколько часто он находится в стафилококке и стрептококке у своих пациентов. Ну, опять же, 98%, скорее всего. Очень часто, ну, почти поголовно. Дальше идет хеликобактер, шигела, сальмонелла, кишечная палочка – тоже вот эти наиболее распространенные бактерии. Следующий столбик – вирусы. По вирусам наибольшее распространение имеет герпетическая инфекция. Вот первые три названия – это как раз герпесы. Герпес – базовый простой, цитомегаловирус – это герпетическая инфекция, и пштейн-бара – это тоже герпетическая инфекция. Они очень сейчас распространены. Аденовирус – вирус, который вызывает простудные заболевания, и папиломовирус. Папиломовирус очень распространен в настоящее время. Это мы дальше будем разбирать. И последний столбик у нас идет демодекоз. Это клещи. Клещи – собачий клещ, фолликулярный клещ, энцефалитный клещ. Это вот отдельная классификация. Находим мы клещей, и они тоже в настоящее время активизировались. Токсоплазма у нас относится к простейшим. Мы тоже ее разберем. Она очень сильно влияет на головной мозг. И аскориды и острицы – это гельминты с первого столбика. Следующий слайд. Паразиты. Начнем с них. Гельминтов. Да, вид не очень красивый, но как уж есть. Мы на них долго не задержимся. Постараюсь побыстрее рассказать. Слабонервных прошу не смотреть, как в том фильме. Но что есть, то есть у человека. По составу, по перечислению я вам сказала, это и анкилостома, трихинелла, фасциола, шестосома, аписторхи, аскориды, астрицы. Здесь мы остановимся. Побольше я хочу рассказать об основных. Даже из этих паразитов, гельминтов, я бы выбрала в первую очередь аскориды. Аскоридозом очень часто поражаются люди. Особенно наши детки. Очень часто поражаются. И вы, как взрослые, как бабушки, дедушки, папы, мамы должны знать. И после лекции уже подумать, есть ли аскоридоз у ваших детей, у ваших внуков. И, естественно, сделать тестирование и начать лечение. Значит, дети поражаются, взрослые тоже иногда редко, орально-фекальным путем. То есть рот и руки. Заражаются, заражение происходит через немытые овощи, фрукты, через грязные руки. Мухи являются тоже переносчиками. Но даже частое мытье рук тоже нас не спасает от заражения аскоридами. Потому что в настоящее время яйцами аскорид может заразиться и воздушно-капельным путем. Потому что особенно после зимы снег сошел, по разным местам могут на улице быть кучки, высыхает. Все это воздух поднимается и с пылью мы можем заглатывать. Это уже доказано. Вы можете все это в интернете прочитать. Таким образом тоже можно заразиться. Особенно, если слизистая у детей слабая. Если они склонны к простудным заболеваниям, заражение происходит очень быстро. Какие признаки при аскоридозе? Это может быть потеря аппетита, тошнота, ощущение тяжести в эпигастрии. У детей дополнительно наблюдается слюнотечение, скрежет зубами, боли, вздутие, подавленное состояние. Даже может наблюдаться непроходимость кишечника. Это в очень запущенном состоянии. Потому что посмотрите, какие клубки могут образовываться. Тоста особей. Может произойти даже закупорка печени, желчных протоков. Вот когда личинки выходят из яиц, то они попадают в тонкую кишку. Проникают через стенку кишки и в кровоток воротной вены попадают. Таким образом они и заносятся через печень, в верхнюю полую вену, в правый отдел сердца. По легочной артерии проникают. И личинки дальше попадают в легкие, даже в легкие, представляете, и через стенки в легочные капилляры. Могут попадать даже в альвеолы. Из дыхательных путей личинки мигрируют в полость рта. Смешиваются личинки, именно не сами особи, личинки. Из дыхательных путей личинки мигрируют в полость рта и смешиваются со слюной. И вновь заглатываются. Чаще всего это происходит по ночам. Таким образом личинок попадает в кишечник и до 2,5-3 месяцев происходит вызревание. Созревание, превращение во взрослую особь. И до 1 года живет одна аскорида. Именно на аскориде я так подробно рассказала путь прохождения в организме. На всех остальных я не буду так подробно рассказывать. Потому что вы все можете посмотреть, если что-то вас заинтересует в интернете информацию. Здесь такая более подробная даже информация и для врачей, и не врачей. Потому что на лекции здесь присутствуют и врачи, и не врачи. Поэтому я постаралась в средней форме формировать рассказ про паразитов. Поэтому аскориды могут вызывать даже галлюцинации и головные боли. Представляете, какая идет интоксикация организма, что вызываются даже галлюцинации. Следующий гельминт, на котором я тоже хотела остановиться, это острички. Ну, острицы. Они вызывают энтеробиоз. Чаще всего поражаются дети, распространены повсеместно. Можно заразиться через пищу, бытовым путем можно заразиться. Что они вызывают? Вызывают зуд в анальном отверстии. Вызывают воспаление в тонком и толстом кишечнике. Одна остричка откладывает до 5-15 тысяч яиц. Представляете, какая она плодовитая? Особенно зуд по ночам. Детки очень плохо спят. У них боли в животе, потеря аппетита, бессонница, интоксикация, аллергические проявления у детей. У девочек может быть воспаление в женских органах. У женщин вагиниты, эндометриты, сальпингиты – это все женские заболевания, я перечисляю. Это и воспаление яичников, эндометриты – это воспаление матки, и вплоть до аппендицитов. Аппендициты и у мужчины, и у женщин может вызывать остричка, если попадает в отросток. То есть, представляете, насколько она распространена. Расскажу еще про одну такую штучку – трихинелла. Трихинелла – тоже гельминт. Очень часто распространен. Заражение происходит через мясо. Мясо свиней, медведя, барсука, конину. Ко мне приходили пациенты, говорили, говорят, вы знаете, я мясо не кушаю уже давно, но она очень долго живет, трихинелла. И если кто-то мясо не ест, а ест сало, то заражение происходит через сало. Особенно, если сало с прожилками, свиное сало с прожилками. Могут быть разные проявления. Проявления у каждого человека разные. Это и лихорадка, в таком запущенном, когда уже съел человек мясо, сильно пораженное трихинеллой. Лихорадка, боли в мышцах. А мышцы в основном поражаются шейные, икроножные, поясничные. То есть, боли вот в этих мышцах. И человек иногда, ой, устал, ой, непонятно, почему у него болит. Массирует, а по-настоящему надо разбираться, искать трихинеллу и убирать ее. Даже вызывает отек вен, кожную сыт вызывает. Вызывает сердечную недостаточность. Психозы, порезы. Порезы – это когда нечувствительность какой-либо части мышц. Вот такая трихинелла. Расскажу про анкилостому. Что такое анкилостома? Я расскажу уже на примере конкретной вот такой девушки. Девушка с Кавказа. Жалобы такие были. Уставала, тахикардия, слабость, интоксикация организма была, аллергизация, сильнейшая сонливость. Меньше 12 часов не спала. То есть, такая интоксикация шла от анкилостомы. И самое интересное, что несколько раз у нее прерывалась беременность. Вот напрямую анкилостома не связана с беременностью. А вот срывалась беременность у этой девушки именно из-за наличия анкилостомы. Потому что организм таким образом защищался. Он обеспечивал жизнь девушки. И избавлялся от беременности. Вот такое тоже бывает. Следующий гельминт, про которого бы я хотела рассказать, это шестоцома. Ну, шестоцома, она занимает вот в списке гельминтов такое особое место. Почему особое? Она поражает очень часто у людей именно мочеполовую систему. Мужскую и женскую мочеполовую систему. Заражение происходит при купании. Речки, пруды, озера. Даже внешне, казалось бы, они чистые, но через них можно заразиться шестоцомой. Через кожу. Они очень... Это гельминт, но очень маленький гельминт. Микроскопический. Глазами его не увидишь. Он проникает в кровеносное русло. И при рыбной ловле можно заразиться. Даже при стирке. Если брать воду, ну, вот на дачах люди живут, берут воду из каких-то водоемов. При миллиаративных работах в основном идет, вот получается, заражение через воду. Что вызывает шестоцома? Шестоцома есть два вида. Шестоцома мансонни, шестоцома гематобиум. Лариса Викторовна, наш главный врач, очень часто на своих лекциях рассказывает про эту шестоцому. Поэтому, кто впервые присутствует на нашей лекции, можете послушать записи, выйти на наш YouTube-канал. У нас с сентября месяца идут записи наших лекций, посвященные разным темам, посвященные бирзонансу, посвященные экспресс-тестам, расшифровке экспресс-тестам. И посвященные ответы на вопросы, брифинги. Поэтому послушайте, пожалуйста, в записи. Она часто рассказывает про этот гельминт шестоцома. Он вызывает головную боль, острую слабость, аллергические реакции. Но очень, я повторюсь, поражает сильно именно мочеполовую систему. Вызывает воспаление и в почках, вызывает воспаление вагины, воспаление матки, эрозии шейки матки, вызывает полипы в матке. У мужчин вызывают простатиты. Поражение семенных канальцев, семенных пузырьков вызывает у мужчин. То есть шестоцома может быть одной из причин бесплодия. Еще вызывает кисты яичников, миомы матки. У нас было несколько уже результатов в центре. Когда мы нашли шестоцому у женщины при миоме матки, ей рекомендовали уже операцию. Ну, она как бы к нам случайно, не случайно попала на диагностику. Мы нашли шестоцому. Женщина два месяца лечилась. У нее миома матки рассосалась. То есть было убрано именно колония шестоцом. Поэтому, если есть эти проблемы в организме, вы можете уже целенаправленно искать шестоцому. Давайте следующий кадр, который посвящен простейшим. Простейшие. Вот они вот такие одноклеточные, простейшие. С хвостиками, с усиками. Вот хламидия выделяется. Видите, из их вроде по виду она такая на бактерию больше похожа. А простейшие вот таким образом выглядят. Ну, явным представителем простейших является лямблия. Лямблия распространена повсеместно. Заражение происходит фекально-оральным путем и через загрязненные руки. Очень часто заражаются детки, потому что заражение происходит через игрушки. Как бы мы их ни мыли, стирали, цисты лямблии остаются на игрушках. То есть у нее есть еще такая цистная форма, когда такая плотная оболочка, настолько плотная, что никакие лекарства эту цисту не могут растворить. И она самое плохие, самое трудное для себя время, когда, например, пациент использует лекарство, она прячется в цисты и никакое лекарство не может ее достать. Вот в этом такое преимущество безонансной терапии, что даже цистные формы мы можем уничтожить с трудом, продолжительно, но результаты шикарные. Сначала убираются сами лямблии, а потом цисты растворяются, и в течение около двух месяцев надо поработать с лямблиями, но результат шикарный. Но, естественно, должны лечиться в этом случае от лямблии все члены семьи, потому что бессмысленно лечить одного члена семьи, потому что, видите, как она заражается через игрушки, через стаканы, через плохо помытые ложки, вилки и так далее. Цисты очень устойчивы, поэтому даже устойчивы к хлорированию. Через воду, кстати, да, заражение происходит лямблиями через воду, потому что даже хлорирование не убирает лямблию. Выделяются с испражнениями, и колонии лямблий, они механически блокируют слизистую оболочку. Слизистую оболочку и двенадцатиперстные кишки. Находим мы лямблии в печени, в желчном пузыре, в поджелудочной железе. Это такие любимые места проживания лямблий. Что они вызывают? У детей они вызывают даже диарею очень сильную. У взрослых с этим поспокойнее, но в целом и у детей, и у взрослых вызываются и усталость, отеки под глазами, апатия, потеря массы тела, бесконечная тошнота, потеря аппетита. Детки, которые с лямблиями настолько плохо кушают, что мама и папа вокруг них крутятся, не могут накормить. У меня был случай, когда пришли, привели маленького ребенка пациенты, да, привели. В общем, этому пациенту было три годика, он уже в садик ходил. Мама, папа говорят, ну не кушает, ничего он не кушает. Мы вот дома мучаемся, в садике мучаемся, ничего ребенок не ест. Объяснить, что у него тошнота, ребенок еще в этом возрасте не может, сами понимаете. Так вот, когда они уже стали работать с прибором, буквально мама позвонила на третий день мне. С такой радостью, говорит, представляете, мой ребенок попросил в садике добавку. Что родителям надо, чтобы ребенок кушал? Представляете, какое счастье. Ребенок попросил на третий день добавку, убрали с лямбли. Но так быстро не всегда бывает, сразу вам скажу. Иногда сами взрослые, когда начинаем работать с лямбли, если идет сильное поражение, они чувствуют усиление тошноты, чувствуют недомогание. Потому что, вы видели в ролике, уничтожаются мембраны и трупики, я говорю, этих бактерий, вирусов и простейших попадают в наш организм, в кровеносное русло, в лимфосистему и начинают выводиться организмом естественными путями. И поэтому для этого нужно время, для этого нужно очень много пить воды. Напомню про воду, обязательно при использовании бюрезонансной терапии надо обязательно пить 30 мл на килограмм веса чистой, не кипяченой воды. Чистой воды, ни чай, ни кофе, чистой воды. Только тогда происходит расшлаковка организма. Только тогда происходит выведение токсинов из организма. Именно чистой водой. Это лямблии. Ну, давайте я расскажу сразу про 4 простейших. Это уреоплазма, мекоплазма, трихомонада и хламидия. Потому что место расположения их, это как раз мочеполовая система. В основном, в основном мочеполовая система. Что они вызывают? Что вызывают эти простейшие? Если хламидия, то она может вызывать даже конъюнктивиты, то есть воспаление глаз. Может вызывать лимфодениты. Лимфоузлы воспаляются. Передача всех этих простейших в основном идет через половую путь. Но иногда, иногда мы уже видели эти случаи, они передаются бытовым путем. То есть вот с этим уже бороться сложнее. Когда это бытовым путем передается, потому что у нас приходили дети, дети 8 лет, 10 лет, девочки, которые спали в постели с родителями, и у них мы находили хламидию. То есть вот такие случаи были у нас из практики. Что вызывает еще уреоплазма, мекоплазма? Вот конкретно уреоплазма, мекоплазма. Это эрозию шейки матки, кисты, мастопатии. Хороший у нас был результат по мастопатии. Нашли в молочных железах у женщины уреоплазму. Именно такая была распространенная уреоплазма, никаким другим путем. Ей традиционная медицина ставила просто мастопатию. Мы нашли именно уреоплазму. Стали прибором биорегонансной терапии убирать уреоплазму. Она чувствовала покалывание в груди, и уреоплазма ушла, мастопатия исчезла. Что вызывает еще уреоплазма, мекоплазма? Циститы – это воспаление мочевого пузыря. Многие знакомы, особенно женщины этим страдают. Чуть ножки застыли, чувствуем цистит, чувствуем уретрит. Это когда воспаление еще мочеиспускательного канала. Мужчины тоже это чувствуют. Пилонефриты, почки, воспаление почек тоже вызывает уреоплазму, мекоплазму. Там еще может цифилококк, стриптококк подсоединяться. Мы дальше будем разбирать бактерии. Уреоплазма может вызывать артриты. Это воспаление суставов. А в дальнейшем уже артрозы. Уже когда идет сильнейшее поражение суставов. Неважно каких. В первую очередь идет поражение тазобедренных суставов, потому что рядом с мочеполовой системой. Вызывает, поражает простату. Простатиты вызывают у мужчин. Сальпенгиты – это опять женские органы, это яичники и маточные трубы. Эндометриты – воспаление матки. Аднекситы – это воспаление яичников. Уреоплазма и мекоплазма даже могут вызвать при сильном поражении послеродовый сепсис. Это очень серьезное поражение идет с высочайшей температурой и, в общем, даже до летального исхода. Очень серьезное поражение идет. Хочу еще про хламидию уточнить, что она поражает. Хламидия, она вообще такая интересная. Хламидиозный даже бывает парадонтоз. Это воспаление во рту парадонтоз. Хламидиозная инфекция. Многие даже об этом не догадываются. Хламидия вызывает даже воспаление. Воспаление легких, пневмонии. Плевриты – это уже сильнейшее воспаление, когда уже там гной скапливается. Уритриты тоже вызывает хламидия. Воспаление почек и еще такой акцент вам сделают. Миокардиты, то есть воспаление сердца. Воспалительные заболевания и мышцы сердца. Миокардиты вызывает. Традиционная медицина не может определить. Мы только биорезонансной диагностикой можем определить хламидию. Хламидию, которая поражает и в том числе сердечную мышцу. Это большая угроза, особенно для мужчин, раннему инфаркту миокарда. Такая информация вам о хламидии. О писторхии. Про писторхии я вам забыла сказать, когда мы гельминты разбирали, но обязательно сейчас скажу, потому что очень сильно распространен аписторхоз. Это тоже небольшой гельминт среднего размера. Он поражает очень важные, жизненно важные органы. Преимущественное поражение идет печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. В основном мы находим там триматоды. Но вообще личинки мигрируют даже по всему телу. По всему организму, скажем так, правильнее. Каким образом мы заражаемся триматодами? А писторхии – это класс триматоды. Заражение происходит через рыбу. К сожалению, сейчас такая экология, что рыба очень часто бывает зараженная. Ну, я не знаю, по процентному отношению я вам не скажу, но очень часто вы можете посмотреть программу в интернете «Среда обитания» про рыбу. Когда я сама посмотрела этот видеофильм, я была просто поражена. Насколько часто… Ну, сельдь почти 100% поражена. Это просто кошмар. И ее плохо просаливают. Иногда покупаешь сельдь, а она такая еще внутрирозовенькая. Представляете, она мало просалилась. Мы же глазом не видим личинки и яйца писторхии. Поэтому поражение вот такое происходит очень часто. Малосольная рыба мы заражаемся. Плохо провяленная, неправильно термически обработанная или сырая рыба. Где мы едим сырую рыбу? Ну, это суши. Суши в ресторанах тоже подают сырую рыбу. Поэтому вот сейчас она очень сильно распространена писторхия. А, представляете, органы какие? Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа. Что происходит с организмом? Сильнейшая аллергизация организма. То есть, если печень, наш главный фильтр поражен, он, естественно, плохо очищает организм. От всех токсинов. Идет сильнейшая аллергизация организма. Может быть, головная боль, суставная боль, мышечная боль. Надо искать первоисточник. Опять же, не глотать таблетки от боли, от суставной мышечной, а искать первопричину. Почему? Березонанс помогает именно определить причину заболевания, а не убрать симптом. Что еще поражает аписторхии? Что вызывают аписторхии? Вызывают еще боль даже часто очень в правом подреберье. В эпигастрии, то есть в области желудка, вызывают боль. Может вызывать даже воспаление лимфы. Вызывает холецистит, панкреатит. Холецистит, панкреатит, это уже для врачей, да, называют заболевание. Может быть, даже у людей механическая желтуха. Очень возможно. Потому что именно механически может закупориться проток и в печени, и в желчном пузыре. То есть такой гельминт очень-очень опасный. Повышается уровень сахара в крови. А вот когда убираются аписторхии, то сахар даже стабилизируется. Вот такой вам момент на заметку. При повышенном сахаре ищите гельминтов, ищите простейших, ищите то, что находится в поджелудочной железе. Дальше берем бактерии. Здесь я уже быстренько сейчас вам расскажу, смотрю, мое время истекает. Очень хотелось поподробнее рассказать. Ну, возможно, мы разобьем на две лекции, и бактерии, вирусы более подробно я на следующей лекции вам расскажу. А сейчас вам... Давайте мы грибки сейчас поставим слайд, как они выглядят. Пока расскажу еще про одну простейшую, таксоплазму. Тоже с усиками такая же, с хвостиками. Таксоплазма. Очень опасно. Очень опасно. Заражение происходит через... От кошек мы заражаемся. Особенно вот кто, у кого там очень много кошек, заражение быстро происходит. Дети очень сильно поражаются таксоплазмой. Очень опасно для беременных. Что вызывает? Вызывает таксоплазма головные боли, психические расстройства, нервозность. То есть человек такой взрывчатый становится, он прям непонятно от чего может вспыхнуть. Он может реагировать неправильно, неадекватно на какие-то обычные бытовые проблемы. Это надо искать таксоплазму в голове. Водитель за рулем иногда совершает неадекватные поступки за рулем, даже сам не понимает, почему он это сделал. У него таксоплазма в голове. Мышка, пораженная таксоплазмой, не боится кошку. То есть видите, неадекватная реакция. Мышка должна бояться кошку. Это генетически у нее все заложено это. Она чувствует по запаху пораженный мозг таксоплазмой мышки. Мышка не боится кошку. Приблизительно то же самое происходит у человека. Много могу рассказать, но время. Смотрите, грибки. Вот они, грибки. По-разному они выглядят. Кандиды, микроспориум, трихофитон. Расскажу вам про кандиду. Кандида. Что она вызывает? Она вызывает. Сейчас очень распространена кандида, потому что бактерии. Я вам говорила, потому что антибактериальные средства. Очень часто люди принимают антибиотики. По назначению, без назначения. Заболело что-то, температура поднялась, пошел в аптеку, купил антибиотик, все выпил. Потом начинают страдать от кандидоза. Бывает кандидозный энтерит. Это воспаление кишечника. Тонкого, толстого кишечника воспаление происходит. Воспаление женской мочеполовой системы, молочница. Многие встречались с молочницей, то есть с кандидой. Бывает молочница у детей во рту, в ротовой полости. Белый такой налет, тоже многие знают про него. Вызывает кандида маститы. Маститы мастопатии. У меня тоже была пациентка, у которой мы нашли при мастопатии, нашли кандиду в молочных железах. Белый тонусной терапии, она пользовалась прибором за месяц, мастопатия прошла, тоже чувствовала в груди покалывание в период лечения. Все прошло, все ушло, кисточки рассосались. Вызывает заболевания легких кандида. То есть, представляете, у меня тоже опять пациентка, расскажу вам такой случай, кашляла. Сильно кашляла. Привели ее на диагностику, мы в легких нашли кандиду. Ни стафилококк, ни стрептококк кандиду. Начали лечиться в бирезонансной терапии, выставили частоты на кандиду. Бабушка стала кусками отхаркивать сгустки такие. Это кандида. Вот таким образом она там распространилась тоже. Естественно, это была взрослая женщина, много антибиотиков она употребляла за свою жизнь, и вот там кандидоз развился. Вызывает боли, вздутие в животе, метеоризм и кожные реакции. То есть, на коже бывают экзема, сухая, мокрая, дерматиты. Ну, то есть, кандида может вызывать почти все. Кандиду проникает везде, во все органы, в системы. Иногда даже кандидозные бывают атид, воспаление уха, находим кандиду. Ангина тоже может быть кандидозная, когда тоже человек очень много часто при ангинах употреблял антибиотики. А вот следующая ангина уже вызывается кандидой. А он употребляет опять антибиотики и не помогает этот антибиотик. Это, как правило, уже ищите кандиду, грибок. Это уже вторичная инфекция. Кандида любит сладкое. Если человек очень много употребляет сладкого, тоже можно заподозрить у него кандидоз. То есть, она любит сладенькое, она говорит пациенту, она подсказывает, подсказывает, с хозяину тело, говорит, ну-ка, давай мне сладенького. Сладенького хочу сладенького, углеводы, булочку, конфетки. Мне нужно питание. Кандида любит сладкое. Поэтому человек тоже любит сладкое, которое с кандидозом. Когда в период лечения бирезонансной терапии именно кандиды, мы обязательно говорим пациенту, пожалуйста, диета, диета, сладкое не едим. Иначе очень сложно от нее избавиться. От нее вообще сложно избавиться. Ну, поэтому нужно параллельно и соблюдать диету. У меня была девочка, которая съедала по плитке шоколада в день, без этого просто не могла жить. Мама говорит, ну, наверное, мозгу требуется сладкое. Определили кандидоз. Убрали кандидоз, она мне говорит, вы знаете, я про шоколад забыла, я его просто не хочу, я просто про него забыла. Следующие, значит, грибки мы... Остальные грибки, трихофитон и микроскориум, они поражают кожу. Я на следующей лекции вам расскажу. Поподробнее это уже такое поражение сухость вызывает кожи. Иногда бывают такие мелкие белые пятна на фоне загорелого тела. Это тоже грибок. Ну, поподробнее расскажу уже на следующих лекциях. Всех паразитов не охватить. Следующий слайд – это филококко-стрептококковая инфекция. Я хочу рассказать про бактерии. Бактерии. Самыми распространенными бактериями, вот они такие маленькие, микроскопичные, только видны под микроскопом бактерии. Самыми распространенными – стафилококко-стрептококко является хеликобактер, сальмонелла, шигелла и шрифеколи – кишечная палочка. Про стафилококко-стрептококко – ну, тотально распространен. В большей или меньшей степени, тотально, ну, повсеместно, скажем так. Это гноеродная инфекция. Стафилококко – это гноеродная инфекция. Она немножечко, стафилококко-стрептококко, немножко разные органы поражают. Стафилококко он гноеродный вызывает. Фронтиты, гаймориты, ангины, танзелиты ангины, бронхиты, воспаление легких, конъюктивиты, глаза воспаления. На глазах ячмени – это тоже стафилококко золотистый. Фрункулы по всему телу – это тоже стафилококко золотистый. Миокардиты, сердце поражают – это тоже стафилококко золотистый. Вызывают и даже головные боли. То есть токсины у стафилококков, стрептококков такие агрессивные, ядовитые, что они могут вызывать головные боли. Просто сильнейшие головные боли. Человек пьет безбаливающую таблетку и не всегда это помогает. Даже стафилококко-стрептококковые инфекции поражают тройничный нерв. Тройничный нерв – это нерв на лице, для не врачей. Тоже сильнейшие боли бывают. Дальше еще. Стриптокок. Стриптокок. Стриптокок чаще всего бывает гемолитически распространен, очень сильно распространен. Мы находим его в кровеносном русле. Гемо – это полотенский кровь, гемолитический. Он в кровеносном русле. Что он поражает? Он может проникнуть везде. Так как он в кровеносное русло попадает, стафилокок, стриптокок гемолитический проникает везде. Очень часто у детей, именно у детей, попадает среднее ухо и вызывает атиты. Вот в детстве очень сильные прострелы в ушках – это стриптокок гемолитический. У взрослых очень часто он вызывает шум в ушах. Иногда человек думает, это что-то с сосудами. Шум в ушах, звон в ушах, глухоту, снижение слуха, когда эстахиевая труба поражается. Часто очень ставят проблему с сосудами. Но на самом деле это стриптокок гемолитический надо искать. Варикозное расширение вен, стриптокок гемолитический. Убираем стриптокок гемолитический. Постепенно уходит варикозное расширение вен. Это длительный процесс, до полугода. А в сложном запущенном состоянии варикозное расширение вен у одной нашей пациентки ушло за 2 года. Но она носила эластичные бинты всю свою жизнь. Ей за 60. Но за 2 года она справилась с варикозным расширением вен и сняла эластичные бинты. Это шикарный результат. Это очень была трудолюбивая женщина, которая очень хотела получить результат. Стриптокок гемолитический. Это труд. Это большой труд. Ее работа над своей проблемой. После 60 она надела первый раз юбку. Всю жизнь носила брюки. Коление вен ни к чему не приводит. Проблема остается. Стриптокок гемолитический в организме остается. Сальмонелла. Сальмонелла. Реже встречается. Заражение происходит от мяса. Мясо курицы, яйца. Сейчас у нас очень часто приходят с хроническим сальмонеллезом. Особых проявлений нет. Ослаблена бактерия. Но находим сальмонеллу. И у человека в животе болит. То понос, то не понос. То опять спазм. Гастроэнтерит вызывается. Это сальмонелла. Когда она, конечно, в острой фазе, то человек, там, такая диарея, что, естественно, попадает в больницу. И если вовремя оказать помощь, был у меня случай, ну, там мгновенно мы сделали тестирование, сразу определили сальмонеллу. Поноса еще не было, были сильные боли в животе. Я не советую, да, экспериментировать. Но там у нас было явное, да, пирожное ребенок съел и с яичным, сырым белком. Сразу я заподозрила сальмонеллу, сделали диагностику, на сальмонеллу поставили. В течение двух часов прошли боли. И, ну, дальнейшее было лечение опять, конечно, перезонансной терапией. Сальмонеллу убрали. Но для всех остальных я, естественно, советую, если сильная боль, острая сильная боль в животе, вызывать скорую. То есть березонансную терапию вы здесь не экспериментируете, потому что нет под руками диагностики, можно заподозрить все. Острые боли могут быть от разных бактерий и шигеллы, и сальмонелла, и амеба, и хеликобактер, и перечисления бесконечные. Ну, вот такой был в жизни случай. Шигелла вызывает бесконечные поносы. Утром, в обед и вечером. Человек думает, что это у него такой хороший стул. Утром, в обед и вечером. Было у меня несколько пациентов с шигеллезом. Тоже сейчас распространен. Привозят за границей эту бактерию, шигеллу. Хотя она и сейчас уже здесь у нас в России прижилась, потому что слишком часто ездим за границу и привозим иностранных бактерий. Кишечная палочка и шерихиоколия. Тоже, скорее всего, на слуху. Эта бактерия у многих вызывает, ставят шигеллез. Это опять получается слабый стул. Слабый стул, человек страдает, спазмы. Кроме кишечной флоры, кроме желудочно-кишечного тракта и шерихиоколия очень часто поражают мочеполовую систему. И у мужчин, и у женщин. Хотя называется кишечная палочка. Потому что, ну, близость органов происходит такое вот поражение. При этом, когда она попадает в женские и мужские мочеполовые органы, она даже агрессивнее себя проявляет и вызывает воспаление. Вызывает воспаление и мочевого пузыря, циститы, и пилонефриты. Почек вызывает воспаление, даже тошноту, рвоту вызывает. Даже кишечная палочка и шерихиоколия может вызвать менингиты. Вот такая она, всеядная, может распространяться на многие органы. Хеликобактер. Хеликобактер многие, наверное, слышали. Даже за то, что определили немецкие ученые, что хеликобактер вызывает язву в желудке, даже дали Нобелевскую премию несколько лет назад. Немецким ученым. Хеликобактер тоже очень распространена. Очень за последнее время я очень часто ее нахожу у пациентов в нашем центре. Она поражает слизистую желудка, двенадцатиперстной кишки, вызывает гастрит, язвы, язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки. Очень устойчиво во внешней среде. Очень. Можно заразиться через поцелуй, через кружку, через ложку. Ну, понимаете, да, то есть очень устойчиво во внешней среде. Гибнет при кипячении. Ну, а вызывает, да, боли, боли, боли. По-разному боль проявляется у каждого. У кого-то сильнее, у кого-то меньше, изжога, частая изжога, редкая изжога. У всех тоже по-разному. Но в дальнейшем вот язву желудка вызывает, двенадцатиперстной кишки. Вирусы. Давайте перейдем к слайду последнему. Вирусы нас, людей, человечества, очень сильно поразили в настоящее время. Очень сильно поразили. Сразу могу сказать, вот они такие красивые, да. Все смотрим на картинки, вот они такие красивые. Цитомигаловирус, смотрите, какая красивая капсула. Цитомигаловирус, это герпес. Герпес, но только крупный герпес. Мегало, да, чувствуете в названии. Мегало, мега, крупный. Цитомигаловирус. Вот такие они. Сразу могу сказать про поджелудочную железу. Панкреатиты. Очень часто это вирусы. Поражение поджелудочной железы вирусами. Поджелудочная железа, кроме цитомигаловируса, поражается Эпштейн-баром, аденовирусом, энтеровирусом, коксакивирусом. Все это может привести к сахарному диабету. Очень опасно поражение вирусами поджелудочной железы. Надо делать тестирование, определять, чем поражено, прежде чем лечить поджелудочную железу, определять, чем поражена поджелудочная железа. Гельминтами, бактериями, вирусами, простейшими. Чем она поражена. И только потом уже начинать лечение. Поэтому обязательно советую записываться на, после того, как вы сделаете экспресс-тесты, записываться на консультацию в нашу веб-клинику к грамотным врачам, которые правильно расшифруют, квалифицированно расшифруют ваши экспресс-тесты и назначат лечение бирезонансной терапией. Назначат, составят правильно программы, в какой последовательности. Потому что какие-то программы можно совмещать, какие-то нельзя совмещать программы. Поэтому результат лечения бирезонансной терапии будет только в том случае, если правильно составлены, подобраны программы для пациента в соответствии с его диагностикой. Вы понимаете, ни пальцем в небо, ни куда кривая вывела, а давай я это попробую, а давай я вот этот гельминт поставлю. У всех существуют циклы развития, они разные по времени. Мы обучаем вторую группу врачей, которые 2,5 месяца мы их обучали первую группу, сейчас эту группу мы тоже обучаем. Продолжительное будет обучение для того, чтобы правильно составлять программы. Бирезонанс работает, шикарно работает. Но если вы начали лечиться прибором и сами ставите, и вам не помогает, это не значит, что не работает бирезонансная терапия. Это значит, что неправильно выставлены программы. Вот модератор вам сайт в чате поместил, clinicgenhelp.com. Это сайт веб-клиники, заходите, регистрируйтесь. Если вы уже партнеры компании, то с основного сайта компании есть ссылочка на веб-клинику. Если вы еще только первый раз пришли к нам на лекцию, вы можете сразу выйти на этот сайт и зарегистрироваться как клиент. Там везде помещены инструкции, как записаться к врачу. У нас есть лекции, предыдущие лекции предыдущего месяца, как записаться к врачу, как сделать экспресс-тест, как заполнить опросник, как это все поместить, как заказать консультацию по переписке, как заказать консультацию, видеоконсультацию. Но единственное, сразу вас могу предупредить, если вы заказываете видеоконсультацию, у вас должна быть видеокамера и хороший интернет. У нас, потому что были случаи, когда пациент заказывал видеоконсультацию, и интернет очень слабый, не смогли оказать видеоконсультацию только по переписке. То есть надо учитывать все эти моменты. Если хорошая скорость, видеоконсультация состоится. Все консультации именно на этом сайте. Записи обязательно прослушайте. Если вы, тем более, первый раз попали на нашу конференцию, сегодня у нас тематическая конференция, а предыдущие конференции как раз посвящены этим моментам, как получить квалифицированную помощь. Наша веб-клиника и создана для пациентов, независимо, в какой части мира этот пациент находится. Сейчас мы оказываем консультации пока русскоязычному населению, но уже любой страны у нас из Америки, из Канады, с Украины, из Казахстана пациенты, ну, со всех стран мира получают консультацию, но пока на русском языке. Врачи наши пока русскоязычные, тоже с разных стран мира, но русскоязычные. По вирусам закончу. Хотя это такая тема, отдельно можно посвятить ей целую тему, что поражают вирусы. Цитомегаловирус, что поражает? Повсеместно распространен. Очень поражаются дети. Дети могут поразиться даже через плаценту. Поражаются воздушно-капельным полупутем. Цитомегаловирус поражает очень много внутренних органов. Ну, почти любой орган может поразить цитомегаловирус. Начиная с головного мозга, внутренние органы – это и печень, и почки, и органы кровотворения, и пневмонии может вызывать цитомегаловирус. Может поражать нервные окончания, страничный нерв может поражать, страничный нерв, напомню, на лице. Это прострелы могут быть на лице. Могут быть прострелы и ша с прострелой. Это прострелы в мышцах. Траничный нерв поражать, когда прострелы ниже тазобедренного сустава мышца. Коксаки-вирус. Коксаки-вирус может вызывать очаговые миокардиты. Сразу увидела я вот тут вопрос, как можно помочь человеку с Паркинсона. Надо делать ему диагностику, резонансное тестирование делать. И, как правило, болезнь Паркинсона – это вирусное поражение. Надо искать, какой вирус. Я вам перечисляла, это и герпес-вирус, это и аденовирус, и коксаки-вирус, энтеровирус. Вирусов множественное число, но в основном это герпетические. Герпес поражает человека при Паркинсона. Надо разбираться, какой вирус. Кроме коксаки-вируса, миокардиты вызывают и герпетическая инфекция. Мы очень часто находим. И возвращусь к тому, что миокардиты вызывают еще и хламидия. Стофилококко-стрептококковая инфекция. Частые ангины в детстве просто так не проходят, потом проявляются миокардитами. И тахикардии могут проявляться на этой почве. Частые ангины вызывают поражение сердца, суставов. То есть первопричиной является стафилококко-стрептококковая инфекция. Отдельно остановлюсь на ротовирусе. Он такой своеобразный ротовирус, даже по названию. Происходит рожение через орально, через рот. Что вызывает ротовирус? Рвота, понос. Особенно поражаются детки. Мгновенно, в течение нескольких часов, как только произошло контактирование с больным, ротовирусом идет рвота, понос безудержный. Это острые энтериты возникают. Очень заразные. Очень заразные. Взрослые полегче переносят. У детей обезвоживание, сильная температура. Просто буквально, если это быстро развивается, надо вызывать обязательно скорую. У меня был случай с ротовирусом в одной семье, но у них уже был прибор березонансной терапии. Они мне позвонили, сказали, вот эти симптомы, как быстро это распространяется. Даже без диагностики получилось так, что мы предположили ротовирус, выставили на приборе, приехал самый младший член семьи, мальчик 12 лет, мы поставили ротовирус, а у них четверо детей в семье, он быстро вернулся в семью, он единственный, кто был еще не с ротовирусом. Или как бы, я говорю, Даша, говорю, давай в дороге едешь, вызвали такси, он сел в такси, я говорю, сразу поставь ротовирус в такси, пока ты будешь ехать, потому что, чтобы ничего не случилось. И вот таким образом, ну, ротовирус просто для врачей, он хорошо диагностируется, потому что такие явные проявления у ротовируса. И эта семья быстро начала лечение, никто не попал в больницу, быстро локализовали. Но опять же, я вам скажу предупреждение, если у вас сильная боль, у вас, у ребенка, у кого-то члена семьи, и острая боль, в любом случае вызывайте скорую. Потому что, если вы не получите квалифицированную консультацию врача, не успеете получить, то можно ошибиться в диагностике. Если нет теста, если нет с кем связаться, то есть рисковать жизнью ни в коем случае нельзя. Это уже такие вот просто примеры из жизни, которые уже на собственном опыте прошли. Это вирусы. Остеопороз. Остеопороз – это другая причина. Остеопороз – это вымывание кальция из костей. А вот артриты, артрозы – это может быть причина и стафилококко-стрептококковая инфекция, и вирусная. Очень часто мы находим в суставах цитомигаловирус. Поэтому у нас отдельная лекция, она называется «Брифинг», посвящается ответам на вопросы. Готовьте ваши вопросы. Следующую лекцию будет проводить, следующую конференцию будет проводить Лариса Викторовна Мельченко, главный врач нашей веб-клиники. Поэтому вы можете получить общие ответы на ваши вопросы. Потому что каждое консультирование – это индивидуально, потому что у каждого человека свой набор микроорганизмов. Сейчас мы прошлись по основным микроорганизмам, но бывает, вы не представляете, насколько большой перечень тех микроорганизмов, которых мы можем находить на экспресс-тесте. Поэтому не рискуйте, не занимайтесь самолечением. Сделали экспресс-тест, отправили в веб-клинику, записались на консультацию к врачу, выбрали врача, записались к нему, получили консультацию, получили составленную программу, правильно составленную программу, именно для вас составленную программу, для прибора бирезонансной терапии, и занимайтесь оздоровлением. Вот на последнем слайде вам хочу рассказать о приборе. У нас несколько приборов бирезонансной терапии. Это большой прибор G-терапи. Есть у нас флешки, маленькие приборчики бирезонансной терапии, технически у них разные возможности, но и там, и там, это приборы бирезонансной терапии, они работают и генерируют одинаковые частоты. Это и там, и там генератор частот, частоты правильной работы органов, и частоты микроорганизмов вырабатываются генератором. В зависимости от вашего теста, от вашей диагностики, составляются программы. Вот здесь вы можете на слайде прочитать, а я вам в лекции уже рассказывала, с какими проблемами можно справиться с приборами бирезонансной терапии. База наша содержит более 3500 лечебных программ, поэтому не специалисту очень трудно ориентироваться в таком количестве программ лечебных, 3500, да, поэтому врачей мы обучаем составлению программ, мы обучаем схеме лечения, бирезонансными приборами, последовательности составления, как пользоваться этими наборами, поэтому надо обращаться к специалисту. И сегодняшняя лекция не случайно была посвящена паразитам, то есть гельминтам, простейшим бактериям, вирусам, грибкам, потому что воспалительные процессы в органах вызывают именно они. Вызывают, то есть у нас есть поражение паразитами и есть поражение токсинами. Одна из лекций я посвящала как раз гомотоксикологии, если вы хотите, найдете эту лекцию в записи, когда человек, организм очень сильно поражается токсинами, эндотоксинами или экзотоксинами, внутренними токсинами или токсинами, которые поступают к нам извне. То есть мы чем-то заражаемся с едой, с водой, мы можем заражаться извне, а мы можем поражаться еще и изнутри. Это как раз вот я вам рассказала про тех паразитов, которые могут быть в организме и чем, какими паразитами могут поражаться люди. Вот по этому списочку, кто вначале не был лекции, мы как раз сегодня на лекции прошлись. По гельминтам, простейшим, грибкам, бактериям, вирусам и клещам. Мы не охватили еще такого гельминта, как волосоглав. Я подробнее расскажу, возможно, на следующих лекциях, потому что есть что сказать. Может быть, мы будем проводить уже лекции по системам. Сердечно-сосудистая система, дыхательная система. Поподробнее разбирать эти системы. Это будет проводить уже Лариса Викторовна Мельченко. Но в любом случае это будет информация общая, после которой все равно надо будет записываться на консультацию к врачам и получать квалифицированную помощь. А это для самообразования вам информация. Всего вам доброго. Будьте здоровы, убирайте паразитов из организма, пейте много воды, лечитесь методом бирезонансной терапии. И будьте здоровы. Всех вам с наступающим праздником. Здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok